Привет, моделисты и моделистки! Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Санценати, штат Огайо. Я живу в стопроцентной англоговорящей семье, и иногда у меня проскальзывают английские слова. Иногда я не могу сделать перевод точный, иногда я просто слова не знаю. Так что всем спасибо огромное за корректировку, и, ребята, вы пишите в комментариях. И кто первый раз, ну, в общем, у меня бывают иногда такие затыки. И цель этого видео вам, ребят, показать, как обыкновенная Plug-and-Play инсталляция перешла в размер, в размер, в шкалу 7 из 10-бальной системы. Plug-and-Play это обычно 2 или 3 уровень. Этот клиент, я его не знаю, он связался со мной по e-mail, написал, у меня есть 4 локомотива, один нужно отремонтировать. И 2 инсталляции. Я говорю, пожалуйста. Хорошо он сделал фотографии, то есть я видел все очень четко, все очень свежее, хрустящее. И почти так и оказалось. Один локомотив я отремонтировал, я обязательно сделаю видео. И вот этот, когда я попробовал, он прислал тоже 2 декодера зимовских. Это не декодер, декодер уже стоит. Это, можно сказать, что что-то не так выглядит, как декодер. Нет, это вот просто заглушка для DC. В общем, я хотел, вначале, я проверяю, да, я проверил на DC. И после где-то 10 сантиметров он как-то стал подтормаживать. В этот момент я тоже стал убирать напругу. Немножко меня так на этом напрягло. Я сделал тоже в другую сторону. И так же произошло. То есть вот локомотив стал тормозить сам по себе. Хотя напругу я не очень сильно убирал. Думал, ладно, это какие-то грехи. Потом, когда я... Сейчас я вам все продемонстрирую. Когда я перевернул и стал разбирать, я заметил... К инструкции мы вернемся буквально через несколько минут. Я хотел разбирать и видел вот эти вот такие блестящие точки здесь. Трикс не клеит эти вещи. Они все в основную тугую посадку. Насколько я знаю, сколько я видел этого Трикса. Думаю, что-то не то. Немножко такие копченые колеса, да, с какой-то грязью. И... Ну, вообще так, но модель Nulsen. И коробка свежайшая, без отпечатков. Многих там, знаете, заляпанная бывает. Вот. Ну, окей, думаю. Сейчас откроем, посмотрим. Я думал, что я поставлю декодер и раскатаю его. Но не тут-то было. Инструкция показывает, что нужно вот отжать эти вещи. На Flashman инструкции они показывают, даже можно это делать ногтями. У меня ногтей особенно нет, потому что я очень много работаю по дому и всякими там другими вещами. Вот. Вам нужно отжать от этих замочков. Вот здесь видно, да? Вот потом чуть-чуть освобождает это дело зубочистки. Вот. Вспомнил, зубочистки. Уже не нужны. Продолжайте открывать. И... О-о-о-о-о! Я увидел такое количество... Ну, это ерунда сейчас. Это буквально там крохи остались. То есть, вся плата, все вообще, было залито маслом. Я пишу, говорю, слушай... Да, я поставил декодер. Чуть-чуть почистил, поставил декодер. Я мог прочитать адрес и все. На этом все закончилось. Думаю, ну, что-то не то. Пишу ему. Да, вот эти штуки, они приклеены. Да. Пишу ему, говорю, что Сиэм, ты клеил? Он говорит, нет. Я его получил новый, как будто бы, из, по-моему, Голландии. Он в Штатах, может. Я говорю, ну, он юзнутый. Потом я очистил колеса, снял все, разобрал. Он говорит, слушай, не очень напрягайся с этой моделью. Не волнуйся, если ничего не получится. Я говорю, слушай, я люблю всякие такие челленджи. Я проработаю это дело. В общем, все снял, разобрал, что было, от чего я просто обалдел. Два таких контактика просто сидели. Один кондер здесь с дросселем для фильтра EMI, а другая просто такая вот маленькая бронзовая контактика сюда. То есть это сидело просто на обыкновенных, на таком натяжении, эти выходы от мотора. Я думаю, неужели Трикс такие вещи делает. Потом далее. Вот эта штука, она до сих пор болтается. Но это сейчас не важно, потому что есть вот этот провод. То есть я так каждый раз, как что-то я делаю с этим локомотивом, у меня просто открывается рот всегда от недоумения. Теперь, ну в конечном итоге я пропаял здесь контакт, вот эти контакты припаял провода, да, и напрямую к декодеру. И все, разумеется, заработало. Но, возвращаемся к инструкции. В инструкции не написано, нету диаграммы, в какой сторону, если его на 180 градусов крутануть, этот декодер, тогда ничего работать не будет. Но это не ясно. Здесь нету никакой отметки, куда идет обычный желтый провод с такой звездочкой. Это сигнализирует, что я просто, по-моему, я прав сейчас. Желтый, да, он идет на заднюю лампочку. Но чтобы просто определить, вы должны посмотреть на диаграмму на декодере. Сейчас, вот так, да. И мне показывает на диаграмме, что мотор, это два вот этих контакта. То есть, если мы смотрим так, мотор два крайних. Вы берете, ну, инструкцию, если нету никакой информации в инструкции для локомотива, вы эту информацию найдете в инструкции о декодере. Можно, если нет коробки, то можно загрузить. Все они стандартные, неважно, какой производитель. Единственное, что нужно идентифицировать вот этот чип. Берете тестер, берете крайнюю ножку и прозваниваете мотор. Вот он, раз. И вот второй. Все. Только одна позиция. После того, как я это все сделал, да, уже я углубился, когда я снял плату, все прочистил. Вот здесь немножко осталось масла. Ну, может быть, даже так, для интереса оставлю его. Поставил нормальное масло. Теперь он работает очень четко. Вот такая вот история. Что теперь нужно было мне? Хороший паяльник, хороший флюс, хороший припой, провода зачистить. Ну, небольшой, как сказать, опыт, да? И хорошая практика паяния. И тогда все будет окей. Я надеюсь, это помогло, ребят. Инсталляция другого локомотива я покажу тоже. Вернее, как я его не переделал, доработал. Успехов вам и всего наилучшего. Давай.